всем привет и сегодня мы будем рисовать вот такую картинку с кактусом в пустыне смотрите здесь лист не очень понятно как лежать поэтому потому что эта картинка квадрат поэтому остается одно одно и то же место если будет горизонтально или вертикально поэтому можете сами выбрать но я буду рисовать горизонтально вот и мне надо опять отделить как бы часть листа чтобы потом ее отрезать я вот смотрю сколько это будет я как бы делю лист на на 4 части и 1 4 убираю так и 1 4 да я вот так вот и рисую какую-то линию вот и теперь мы здесь ничего не рисуем вот вот так и получается так теперь надо понять где будет сам само солнце вот на картинке она у нас вот здесь она почти сверху и в правом углу поэтому я где-то в правом углу вот здесь вот рисую круг вот так вот и теперь нам надо рисовать сами бугры и саму пустыню как бы пустыню вот и мы начнем с нижнего холмика его почти не видно и на нем стоит кактус поэтому я рисую снизу листа он какой тут холм потом он уходит и в конце с другой стороны листа он опять возвращается и еще их надо стараться сделать прям ровными линиями без всяких вот вот теперь второй надо сделать и это будет вот этот оранжевый поэтому надо я ставлю где-то два пальца над своим первым бугром и рисую второй этот идет вот тут поднимается потом резко вот опускается и дальше идет как бы почти все одинаково вот дальше следующий бугор бугорок у нас только начинается с правой стороны листа поэтому вот тут наш второй бугорок вот мы сделали и вот там где вот он падает я немножко отступаю и вот тут ставлю точку а потом иду наверх и и поднимаюсь не сильно не довольно довольно много поднимаюсь примерно если поставить всю ладонь и да и потом я соединяю эти две точки каким-то таким игроком вот так и потом у нас последний остался он тут вот начинается высоко и заканчивается вот тут тоже довольно высоко поэтому я здесь ставлю точку чуть повыше чем утра сантиметра выше чем наш предыдущий холм и потом с другой стороны я ставлю где-то два пальца и тут ставлю точку и опять эти две точки соединяю вот и я вот так вот потом соединяю вот так вот сейчас я тут немножко закруглил сверху вот и теперь нам только осталось нарисовать кактус у всех получается можете пожалуйста подождать хорошо арина еще есть вопросы вот я вижу поднятую руку данил что ты хочешь узнать вот когда мы закончим рисовать есть рисунок что с ним потом делать ты можешь его кому-нибудь подарить повесить на стене вот вот что хочешь можешь или просто куда-нибудь убрать и хранить его это что это люб ты можешь делать что хочешь с ним он твой и и и и и и Продолжение следует... 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 места где они отступают у него вот так кактус я стираю сразу что внутри получается вот и теперь я поднимаюсь где-то наполовину и слева сначала рисуем такую большую довольно она довольно такая широкая она очень близко к кактусу поэтому я не делаю довольно далеко она не должна доходить до верха картуша но она как бы она стоит чуть-чуть ниже вот и потом она как бы с крайней стороны она немножко заходит внутрь загибается и потом повторяет эту первую линию и обратно как бы соединяется как потом 2 она отходит от кактуса до дальше и она намного меньше у неё низ по диагонали поднимается и потом вот тут все соединяем данил у тебя вопрос какой-то зачем зачем это это все сначала каждым карандашом обводить потому что чтобы мы как бы знали где что рисовать мы сквиз рисуем но иногда можно не делать тут можно было бы не делать здесь не так сложно но нет есть некоторые у кого кому надо так делать чтобы понять где что рисовать поэтому мы для мы для них так мы можем начать раскрашивать поэтому я подожду у вас наверно кому-нибудь надо из вас ждать ребята кого-то нужно подождать и у нас есть поднятая рука я не могу речь и ночь япс япс или я не знаю как я зовут извини молодец мне нравится очень красиво это наверное софия я смотрю на клавиатуру и софия только что показывал эскиз девочка Так, еще кто-то хочет что-то спросить, показать? Похоже, что нет. Нет, я еще раз могу показать. А Виталь, а Виталь показывает, смотри. Ребят, показывайте, что у вас сейчас получилось, если вам хочется, конечно. Арина посмотрит. Смотри, а Виталь... А Виталь, да, молодец, очень хорошо. А Ксения мне тоже нравится. Алекс, молодец, ты прям уже доделал. У тебя очень круто получилось. Маша тоже молодец. Данил тоже хорошо все получилось, да. Так, давайте теперь тогда начнем раскрашивать. Я для этого возьму палитру, потому что я хочу получить какие-то цвета, которые тут должны быть. Поэтому я возьму палитру. Сейчас. И теперь можем взять... Мы начнем, наверное, с солнца. Или... Стойте. Начнем, нет, лучше с нижнего бугра или холмика. А потом пойдем наверх. И когда дойдем до третьего, тогда еще и солнце закрасим. Потому что у третьего бугра и у солнца один и тот же цвет. Я беру какую-нибудь... Можно круглую, можно плоскую, но не сильно большую кисточку. Вот хотя бы для первого бугра. Хотя... Я, наверное, вот такую возьму. Так, и теперь я беру обычный красный цвет. Хотя я возьму немножко, который с оранжевым оттенком у меня есть. Или можно просто взять красный и в него чуть-чуть оранжевого добавить. Так. Сейчас, секунду. У меня здесь паук. Он убежал. Не надо, все, осталось. Ладно. Так. И я вот продолжаю рисовать. Немножко беру еще побольше оранжевого цвета. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и теперь мы сделали... И дальше... Так, и дальше я беру оранжевый опять... Да, обычный оранжевый беру... Я сейчас посмотрю, какой он цвет... И в него добавляю капельку коричневого... Вот я добавляю капельку... Продолжение следует... Так, вот... Я закрашу вот этим оранжевым... Весь холм... Можно, наверное, уже здесь взять побольше кисточку... Чтоб попроще было закрасить, а то так будет очень удобно... Я беру прям уже большую кисточку... Так вот я беру... И немножко размываю цвет водой... Данил, какой у тебя вопрос? Да нет, я просто руку забыл... София, у тебя вопрос или ты забыл? Вопрос... А нам нужен желтый цвет? Да... Нам будет в следующем нужен желтый цвет... А... А какой можно цвет заменить? Просто у меня желтого нету... Желтый невозможно заменить... Ну, если у тебя есть охра какая-нибудь такая... Я не знаю, какие у тебя цвета есть... Да, охра у меня есть... Ну, используй тогда охру, конечно... Хорошо... Так, и мы сделали с вами... Теперь нам нужно взять желтый либо охру... Мы сейчас должны сделать такой бежевый цвет... Желтый такой беру охру... Вот... И беру немножко красного... И сильно... И как бы пытаюсь сильно довольно размыть... У меня больно желтый получился... Поэтому я беру немножко... И еще я добавляю чуть-чуть коричневого... Как бы даже не чуть-чуть... Довольно мило поменьше... И потом размываю, чтобы получился... Самый такой светлый цвет... И я к нему, наверное, еще чуть-чуть коричневого сверху добавлю... И потом этот цвет я использую для солнца... Я его забыла стереть... Сейчас потом будет видно его... Так, и теперь я рисую... Я возьму потоньше кисточку... Вот так... И добавляю немного коричневого сверху... Потом его размываю... Вот... И теперь нам надо сделать последний... И мы их берем... Либо какой-нибудь розовый, красный... Я лучше, наверное, советую сейчас... Я тут заел... Я возьму розового чуть-чуть... Теперь розовый... Потом в него добавляю немножечко желтого... Совсем чуть-чуть... Чтобы розового еще оставался... Потом в него добавляем... А... Оранжевый... Нам надо делать бежевый, поэтому я добавляю... Как бы... Мне нужен... Розовый, красный... С... С желтым таким... Спешать... И потом его сделать совсем светлым... Совсем светлым... Я испытаю на другом... Вот... Я могу испытать цвета на сторонке... Который потом отрежу... Это больно темный цвет... И больно красный... Мне нужно больше розового... Так лучше... Да... И я вот сделала цвет... Я его использую... Потому что получилось такое светлое... Я еще совсем капельку коричневого возьму... Только мне надо очень светлый цвет использовать... Поэтому я его беру... Потом раз... Как бы... Размываю... Можно... Ну... Что? Я добавляю еще больше розового... Розового... Потому что не тот цвет получился... Надо чтобы он был сильно... Сильно... Можно вопрос? Да... Давай... Можно... Ничего страшного... Если... Если... Это... В пустыне можно... Ну... Просто я добавил в пустыне... Сечение неба... Ничего страшного? Нет, конечно... Нет... Можешь... Ты подать что хочешь? Я еще... Я еще... Так... Я... Торсую... Так... Я взяла побольше... Опять кисточку... Ой... Я кончился цвет... Я быстренько опять... Намешиваю... Розовый... Желтый... Оранжевый... Немножко даже... И опять больше... Еще больше розового... И капельку... Коричневого... Опять испытаю... У меня опять очень темный... Поэтому я вас сильно разнуваю... Да... Как бы мы используем довольно... Много воды и довольно мало цвета... Чтобы получить светлые тона... И еще не знаю... У нас уже есть белая шапочка... Опять... Оставили... А то... А вот... Вы лицевать эксперты... Как вы... Спасибо. И теперь нам только осталось кактус. Можно показать? Давай. Да, молодец, все хорошо. А Виталий, ты тоже хочешь показать? Да. Давай. Молодец, очень красивые цвета у тебя, да. Так, дальше давайте кактус. Надо опять цвет будет правильно мешать, потому что он такой интересный, необычный цвет. Вот я беру, тут такой темный, зеленый может. Сейчас. Тут у тебя немножко фалатно. Потом я беру капельку даже черного, совсем немножко. Беру еще изумрудный добавляю. Опять тоже чуть-чуть. Так. И потом закрашиваю. А Инна, можно показать? Давай. Давай. Молодец, да, очень красиво, мне нравится. Так. Давай. 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 Ну, сначала делаем светлым, потом подождем, пока он высохнет и сверху пройдемся темнее цвет. Все сделать без 어울린 цветков? and initiative. Так. 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 Продолжение следует... 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 Все, и мы с вами доделали. Теперь я отставлю подпись. Я ее поставлю красным, но над красным. И мы с вами дорисовали. Вот. Я тоже поставил подпись. Хорошо. Теперь, если вы доделали, вы можете отключаться. София молодец. Мне очень нравится, что ты обвела. Стало очень красиво. Да, молодец. До свидания. Маша тоже молодец. Мне очень нравится. До свидания. До свидания. Всем пока-пока. А Ксения тоже красивая. Мне нравится. Молодец, да. Посмотрите, пожалуйста, мою руку. А Витал, молодец. У тебя прям похоже на картинку. Круто. Пока-пока. Всем пока-пока. Пока. До свидания. До свидания. Пока-пока.